Мы живем в век интеллектуальной собственности. Кто-то даже хочет запатентовать йогические асаны. Вы можете запатентовать асану, но вы не можете войти в нее. Возможно, вы запатентовали самые сложные асаны, но можете ли вы в них войти? Вот в чем вопрос. Так что сейчас мы пришли к тому, что в мире из всего извлекают прибыль. У всего появился коммерческий уклон. Из-за этого, точно так же, как люди были скупы с деньгами, теперь они также скупы со знаниями, потому что знания — это деньги. Так что они не хотят делиться знаниями, потому что в каком-то смысле это деньги. Такой подход, когда от всего извлекается прибыль, может уничтожить многое. В индийской культуре мы всегда придерживались того, что духовный процесс, а также все, что касается здоровья и образования — эти три вещи никогда не должны быть коммерциализированы. Все остальное можно коммерциализировать, но эти три направления всегда должны быть доступны. Вопрос только в готовности принимающей стороны. Кто-то может прийти и сказать, «Я хочу делать то, я хочу делать это, через два дня его уже не будет». Так что вопрос только в готовности принимающей стороны. Если есть готовность, то знание должно быть предложено вне зависимости от вовлеченных в это коммерческих интересов. но сейчас коммерциализации подвергают все, и с этим ничего не поделай, потому что все двигается в этом направлении. Возможно, Верендер хотел бы поделиться своими знаниями. Он может научить десять человек держать биту для крикета, бить по мячу, в какой стойке должен стоять бьющий и так далее. Но сколько из этих десяти добьются успеха в крикете? Найти подходящего человека не так просто. Это непросто. Вы можете обладать знаниями, но когда дело доходит до получения знаний на своем опыте, как много людей готовы к этому? Все говорят «Да». Каждый день я встречаю таких людей. «Я готов на все, садгуру. Я хочу пройти весь путь до конца». А на следующее утро они плачут, потому что кто-то что-то им сказал. Они хотят уйти. Послезавтра у дочери их дяди день рождения, поэтому они хотят уйти. Я не говорю, что дочь вашего дяди – это проблема. Я лишь хочу сказать, что у вас много разных интересов. Так вы далеко не уйдете. Поверхностно вы можете заниматься самыми разными вещами, но в вашей жизни должно быть одно направление. В противном случае далеко вы не уйдете. Вы будете ходить кругами. Если вы хотите куда-то отправиться, преодолеть какое-то расстояние, то нужна сосредоточенность на чем-то одном. Люди приходят сюда и говорят, «Садхгуру, дайте мне любую садхану. Я готов даже умереть, Садхгуру». Я говорю им, не умирайте, подождите. «Я готов предложить вам все, но подождите, не торопитесь. Мы пойдем шаг за шагом». Через три дня они приходят и говорят, «Садхгуру, вы знаете, Садхгуру, я думаю, что я нашел ее. Я думаю, что она ждала меня несколько жизней. Я увидел эту девушку и…» Теперь вы придаете этому оттенок духовности. Похоже, словно вы знали друг друга на протяжении многих жизней. Если вы знали кого-то на протяжении многих жизней, и тем не менее не достигли цели, то лучше вам держаться от этого человека подальше. «Потому что для большинства людей направление их жизни меняется день от дня. Сложно предложить что-то, лишь обрывки. Конечно, также есть люди, которые думают… Понимаете, знание не принадлежит вам. Потому что знание сфокусировано не на вас, знание сфокусировано на мироздании, на природе мироздания. Вы впитали что-то, что существовало до этого. Вы не изобрели, не придумали, вы только разглядели это. Вот почему в Индии это описывается очень точно. Когда дело касается какого-либо духовного измерения, мы говорим только об осознании. Осознание – это то, что всегда было перед вами. Но вы были настолько глупы, что не видели этого. Сейчас вы это разглядели. Я осознал. Не достиг. Не возвысился. Не взобрался на вершину. Я просто осознал. Но это присутствовало всегда. Истина, которая всегда присутствует здесь, не может принадлежать кому-то одному. Никто не сможет помешать вам осознать ее. Но те, кто получили к ней доступ, если они по-настоящему получили к ней доступ, они никогда не будут вам мешать, не будут ее удерживать. Что-то удерживать будут только те, кто набрал знания из книг, потому что любые накопления ограничены, и они когда-нибудь закончатся. Если вы отдадите все, то у вас ничего не останется, и вы не будете знать, что делать. Так что вы будете скупы за своими знаниями, потому что вы их накопили. Можно удержать то, что вы накопили, но вы не сможете удержать то, что вы осознали, потому что осознание продолжается бесконечно. Вам только и хочется, чтобы появился кто-то, кто сможет впитать это настолько быстро, насколько вы сможете это передать. Вот в чем проблема. Проблема в недостатке восприимчивости, а не в том, что знания удерживают. Если вы действительно знаете. Но если вы приобрели какие-то знания, то вы будете скупы, потому что вы сможете накопить только ограниченное количество, и вы не захотите, чтобы они закончились. И снова, знания — это как деньги. Они могут закончиться.